Иногда нам нужно работать со страницами, которые не были созданы во внутреннем конструкторе лендингов Excel. И нам нужно получать с них заявки, делать продажи, просто размещать формы. А эти страницы могут быть собраны на креативе, тильде и так далее. Вот для того, чтобы их соединить с нашей школой, существуют виджеты. Это такие маленькие элементы сайта, например формы, которые мы можем разместить на любых конструкторах лендингов. И уже принимать с них заявки, оплаты и так далее. Давайте посмотрим на практике, как с ними работать. Переходим в нашу школу, выбираем виджеты, создать виджет. Называем заявки. И название и описание видно только администратором. Так что называем, как нам угодно. Переходим в редактирование виджета. Создать новый блок. Пустой блок. Добавить элемент. Есть множество элементов. Мы будем использовать самый стандартный, который нужен для виджетов. Это форма. Переносим форму. Без настройки. В данном случае для этого урока настройка не нужна. Просто сохраняем. Публикуем. И еще можно посмотреть в сторону сценариев. Выбираем событие. Форма отправлена. И действие. Отправить письмо. Теперь после того, как форма отправится, пользователю отправится еще и письмо. Так. Виджет готов. Сценарий его готов. И что нам нужно, это нажать на кнопку «Встроить виджет». Здесь будет код, который мы и будем встраивать на наши лендинги, которые находятся на других конструкторах. Переходим на тильду, к примеру. И вот здесь нам нужно разместить форму. Нажимаем «Плюс», «Другое» и «HTML-код». Теперь копируем. Нажимаем кнопочку «Скопировать» наш виджет. И здесь нажимаем «Настройки». Вернее, не «Настройки», а «Контент». Вставляем HTML-код. Нажимаем «Сохранить» и «Сокрыть». Готово. Теперь публикуем. Открываем страницу. И, как видим, наш виджет уже показывается на странице. Также его можно постоянно редактировать, и он будет меняться везде, где он установлен. То есть, например, нам не нравится сейчас, что он на всю ширину экрана. Переходим в «Редактирование виджета». Нажимаем на эту форму. И, к примеру, задаем 70% ширины. «Сохранить», «Опубликовать». И теперь просто переходим на страницу. Обновляем ее. И, как видим, изменения, которые мы делали на платформе, уже применились. Вот так просто можно соединять свои страницы с школой.